всем привет обещанный эфир сейчас буду подключать гостя так 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 есть первый первый человек присоединившийся так я подключил приглашение нашему специальному гостю которого я с удовольствием хочу вам представить и познакомить дело в том что я среди своих и клиентов и родителей в педагогической практике упоминал уже по поводу того что есть такой специалист как нейропсихолог и рассказывать пытался на своем языке исходя из своей практики соприкосновения с этим человеком чем же он занимается чем же он может быть полезен тем более что на мой взгляд вот это сейчас я буду проверять как это все выглядит как это все работает действительно свои теории буду проверять вот и конечно мне очень интересно как это будет полезно для вас потому что основная цель моих интервью которая кстати вот у меня сейчас серия интервью сегодня первое интервью это для того чтобы вас познакомить с интересными специалистами в тех областях которых я абсолютно ничего не знаю но я точно знаю что в этих областях есть классные специалисты я их знаю и они могут быть полезны вам ваших так сейчас я еще раз еще раз я делаю запрос и все должно по идее получиться если вам все видно хорошо тоже напишите о отлично катерина я тебя вижу как ты видишь меня но не слышу пока не слышу вообще не понимаю почему у меня так не слышу не слышно не слышно ну что ж такое так все должно работать как сейчас сейчас мы попробуем пишут что на вас всех вот говорят кто-то говорит слышно нас всех у это здорово а как же чтобы еще и я слышал да 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 я слышу слышишь ты меня слышишь ёлки-палки а как у как нам интересно быть ладно я сейчас эксперимент я попробую петличный микрофон отключить может так я думаю что в этом есть причина о катя я слышу тебя хорошо замечательно маленьким украшением замечательно так отлично и артем с нами вот это просто класс катерина я хочу начать я уже немножко начал пока мы подключались вот я хочу начать наш с тобой эфир наше с тобой интервью которое я очень ждал когда я могу тебя взять с благодарности тебе за то что ты помогла моему сыну хотя ты об этом наверное не знаешь дело в том что наши общие с тобой друзья получили от тебя рекомендацию по поводу совершенно вот почему мне интерес возник большой и он до сих пор аж с тех лет что чтобы ты понимала тех лет это примерно ну где-то 7-8 лет назад я о тебе узнал причем я о тебе узнал очень сильно подробно и ты давала рекомендацию нашим общим друзьям по поводу их дочери по поводу и сейчас ты меня поправь если я чуточку там вот да недоразвитых стволовых клеток ну не клеток а может быть я сейчас в технологии чуток неправильно потому что область не моя но зарядка состояла из совершенно от странных упражнений ну на первый взгляд для обычного человека если мы все привыкли к каким-то зарядкам утренним там да или что то то есть я могу два эти упражнения назвать просто чтобы подчеркнуть их странность да значит одно странное упражнение ползти на животе без помощи рук с приподнятой головой вот честно кому это кажется не странным вот это рекомендация ребенку которому порядка там два-три года то есть ну 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 знаете это не вот этого что вот этого да вот как бы то есть это что то такое а второе было вообще еще более странное находясь на животе нужно было задувать мячик в ворота да ты меня прости но более странного я не встречал мы эти упражнения делали порядка четырех лет три-четыре года чтобы ты понял то есть мы очень ответственно подошли к тому что о тебе рассказали нам наши общие друзья вот поэтому мы прям да и в связи с этим вот я хочу начать чтобы ты рассказала немножко как бы можно было о тебе не вот эти мои эмоции а как о твоей работе можно сказать правильно ну я не слышала представлял меня или нет я рада всех видеть тех кто присоединяется сейчас и моя работа нейропсихологом вот кто сейчас их коллег присоединяется вот эти все наши мячики ворота ползает на животе для нас это вся такая обычная история это то что мы делаем каждый день и мне это вообще уже не кажется ничем необычным вот но интересно да интересен конечно ваш с ребенком опыт вот и прежде всего чем мы занимаемся мы помогаем детям то есть помогаем детям у которых есть трудности и я даже вот я иногда шучу на первой консультации о том что я не очень люблю помогать детям которые не имеют трудностей а трудности которых имеют родители и вот моя задача лежит как раз в том чтобы объяснить ребенку о том что трудности есть у него и это чаще всего трудности внимания это трудности обучения то есть если мы говорим все таки о детях у которых есть небольшие трудности но безусловно у нас есть дети у которых есть большие трудности то есть это трудности с развитием трудности с речью трудности с некой психической активностью то есть моя работа граничит между неврологией психологией и педагогикой и все это у меня называется нейропедагог Price отлично Кать ну смотри ты когда говоришь дети с трудностями ты же имеешь в виду не тех детей, у которых есть какие-то явные диагнозы. Вот это мне интересно. Знаешь, вот эту грань проясни, пожалуйста, просто чтобы люди понимали. Потому что я имею тот маленький опыт, которым я с тобой поделился, когда я и планировал. Я вот перед нашим разговором у жены уточнял. Давай вот точно. Я хочу Кате сказать всё точно. Потому что я плохо помню. Она мне настроила, освежила памяти. Я тебе сказал, у нас был обычный ребёнок. А как у тебя как вот с этим просто? Потому что, может, некоторые, знаешь, послушают, скажут, ну, может, там про каких-то таких детей говорят, что прям вот таких, а у меня нормальный ребёнок, без диагноза. Ну, в любом случае, да, когда я начинаю читать лекции, например, по синдрому дефицита внимания и гиперактивности, это конкретный диагноз, который ставит на минуточку психиатра, то большинство участников курса находят большую часть симптомов у себя. И что же такое интересное происходит? Один из главных законов психического нездоровья звучит так. Нет ничего того, чего бы в патологии, чего бы не было бы в норме. Вопрос степени выраженности. То есть, если мы видим какую-то симптоматику, и она чуть-чуть, да, ну, то есть мы тоже с тобой бываем невнимательны, да, и это нормально. Да. А мы тоже отвлекаемся, и это нормально. Но если мы отвлекаемся всё время, постоянно, если это влияет на нашу, там, учёбу, работу и так далее, и так далее, то с этим надо справляться. Идём мы при этом к доктору или не идём, это другой вопрос. Но нейропсихолог как раз тот человек, который в этом помогает. Это, да, вот, и получается, что есть вот просто сейчас, я сравниваю, сразу тебе скажу, чтобы ты понимала, да, моё наблюдение. У меня, получается, с 2007 года до сегодняшнего дня педагогическая практика это как основной такой, знаешь, срез моих наблюдений. Что лично вот мне интересно сравнить вот с твоими ощущениями, наблюдениями, да, вот как ты видел, видишь ли ты эту динамику и как ты к этому относишься. Когда приходят дети на занятия ко мне, подготовка к школе, интеллектуальное развитие, возраст от 4 до 6 лет. Вот это мои дети все 14 лет. И что я вижу? Нет у нас диагноза никакого, говорит родитель. Но я вижу, что ребёнок, например, самое такое простое, вот все дети кидают мне мяч в руки, ну, обычным образом, да, а вот один ребёнок, чтобы кинуть мяч, он съёживается вот так вот, и у него мяч летит всегда, всегда резко в сторону, вот всегда, а он смотрит на меня, и мяч не может бросить. Причём у него тело съёживается в такую интересную конструкцию, что такого нет ни у кого, понимаешь? Это самый такой лёгкий момент. Второй момент. У ребёнка нет диагноза гиперактивность абсолютно, но его активность на уроке, с учётом моего опыта, она просто куда-то улетает. У нас нет диагноза. Мы не те, которые с СДВГ. Вот это вот, и в связи с этим я наблюдаю какую-то, знаешь, такую историю про недодиагностированность, а это какой-то сдвиг вот этих вот стандартов, когда уже диагноз есть, как будто он произошёл куда-то вот, то есть то, что раньше уже могло быть этим диагнозом, сейчас оно им ещё не является. Хороший вопрос. Спасибо. Замечание такое интересное. Вот не все обращают внимание на двигательную активность ребёнка. Для нас это очень яркий показатель, всё ли в порядке с ребёнком. Вот где эта граница нормы или не нормы, это очень шаткий показатель. Другой вопрос. Идём ли мы к психиатру или не идём? Вот к неврологу ещё сходим. Невролог как-то мягко звучит, у всех у нас с нервишками что-то бывает. А психиатрия, она ещё начиная с советского времени очень плохо себя зарекомендовала. Поэтому вот парадокс детей, особенно с гиперактивностью, заключается в том, что он вроде бы как нормальный. Он вроде бы как тебя слышит, вроде бы как понимает, вроде бы как всё хорошо. Но проблем с этим ребёнком вагон и маленький тележек. И когда приходят ко мне, прежде всего говорят о плохих эмоциональных, ну психо-эмоциональных отношениях просто между родителем и ребёнком. Это ребёнок, которому 350 раз нужно всё повторять, который понимает только, когда на него кричишь. То есть на самом деле я могу объяснить каждый этот феномен, потому что, да, он слышит, но начинает делать только, когда возникает критическая необходимость. И вопрос не в воспитании. Сколько бы я ни исследовала эти семьи, сказать, что они не воспитывают. Нет, они воспитывают. Но особенности лежат в головном мозге этого ребёнка. Безусловно, каждый из нас родился с каким-нибудь недоразвитием каких-либо структур. Ну, либо недоразвитием, либо вследствие гипоксии что-то пострадало. Так бывает, и бывает у очень-очень-очень многих. Я думаю, что у нас с тобой тоже. Но вследствие двигательной активности, особенно первые три года, мы эти все дефициты должны скомпенсировать. И вот раньше что происходило? Детям разрешали двигаться, разрешали двигаться много. А на сегодня, да, уже в полгода примерно дети познают гаджеты, познают вот эту двухмерную картинку, которая очень мешает компенсироваться, а наоборот ухудшает развитие. И ты знаешь, у меня возникают просто феноменальные случаи. Вот приезжает ребёнок, особенно там из Киевской области, откуда-нибудь или вообще из другой области, которые ко мне приезжают, ну, не могут позволить переходить часто. А приезжают раз в месяц. И вот приезжают. Диагноз от двух психиатров под вопросом расстройства этического спектра. Начинают выполнять зарядку, массажи, убирают телевизор, даже который фоном любой, убирают гаджеты. Начинают питаться, не чипсы, не колы, не всё то, что хочет ребёнок, убирают истерики, перестают потакать каждому истерическому поведению, включают максимально здоровый образ жизни. И, о чудо, через месяц ко мне приезжает уже другой ребёнок. То есть я уже не вижу этих симптомов, и это действительно работает. Ну вот интересный момент вот по поводу гаджетов, ты сейчас сказала. Дело в том, что я, например, вот касательно детей, например, да, вижу, что это достаточно дешёвый, абсолютно, так сказать, ну, наверное, самый дешёвый способ организовать ребёнку, так сказать, в кавычках современное развитие. То есть потому что встречаются родители. Причём, что интересно, я вот, наша студия, она находится в центре города Харькова, и у нас в основном родители тоже из центра города. Вот только спускаешься чуть на окраину, где-то вот выступаешь там или общаешься с родителями, то это воспринимает, то есть гаджет воспринимается искренне как некий атрибут, подаренный родителям для того, чтобы ребёнок ощутил то, что родитель не ощущал в своём детстве. Это некая подводка под стандарты, может быть, материального благополучия, может быть, что-то такое прослеживается. То есть это абсолютно не как вред воспринимается, а как, знаешь, такое вот, если ты помнишь, в советские времена дарили золотую цепочку и покупали кожаную куртку не потому что это было классно, практично. Вот мелкая моторика, перебирать вот звенья цепочки, никто же этого не говорил, да? А кожаную куртку не надо гладить, а пальто надо отдавать, химчистку. Нет, просто это были атрибуты как бы такой радостной жизни, такой успешной. Так же и гаджет. Статусное что-то такое, да? Статусное, да. То есть ты что, не в состоянии своему ребёнку гаджет купить? Ну ты, слушай, может, ты не там работаешь? И вот такое идёт восприятие. И вот это вот интересно, мне просто чем, мне интересно, вот были ли у тебя такие случаи, а мне кажется, вот что-то чувствуется, что были. Когда ты понимала, что фактически то, что делаешь ты с ребёнком в работе, оно, так сказать, заменяет присутствие в жизни ребёнка и в его желудке неких медикаментов, которые, собственно, ну я знаю просто, мои познания о мозге ограничиваются лекциями и видео Курпатова, Черниговской и Вячеслава Дубынина по... Ну, то есть я вот так это знаю, не глубоко, скажем так, но ориентируюсь, скажем так. Да, я понимаю, что там может быть где-то недостаток какой-то кислоты, там, да, тот же самый там, или что-то. А вот было ли у тебя, когда ты берёшь так вот и говоришь, что я вот сейчас вот это вот делаю и чётко понимаю, что это ещё и медикаментами решается, но у меня вот есть возможность. Или это вообще разные вещи? Я ни в коем случае не отрицаю медикаментозный подход, но если можно решить вопрос безмедикаментозно, я максимально стараюсь сделать это безмедикаментозно. И я очень верю в то, что с помощью занятий, упражнений и диеты можно выходить в абсолютно то состояние, когда тебя ничего не беспокоит. Ты можешь нормально, спокойно учиться, развиваться, и всё тебе будет хорошо. Вот я в это очень верю. Ну да, вот и мне тоже кажется, что есть такие вещи, потому как то, что я говорил, на своём сыне мы попробовали то, что вот конкретно дало результат. У него с движениями сейчас всё очень даже хорошо, прекрасно, потом у нас ещё капуэра подключилась, а там достаточно много со своим весом и телом. Хорошо, Катя, следующий вопрос у меня вот такого характера. Скажи, пожалуйста, с какими вопросами тебе чаще всего приходится сталкиваться вот в работе своей? Это может, ну, это родительский запрос, или это вот... Что чаще всего нынче? Сейчас октябрь, сейчас просто бум, ко мне действительно сложно сейчас записаться. Почему? Потому что школа уже прошёл сентябрь, да, уже практически прошёл октябрь, и нервная система детей начинает не выдерживать. То есть кто-то вываливается со школы с неврозами, тиками, нурезами и так далее, то есть не выдерживает нагрузки. Кто-то не выдерживает в другую сторону, в сторону поведения, и приходит с вопросом, извините, нас уже с двух школ выгнали, сделайте так, чтобы он в третьем мог учиться, пожалуйста. Вот. Ну и, безусловно, большое количество детей, которых не взяли в школу, или родители которых чувствуют, что в первом классе будет тяжело. И вот этот год до школы мы делаем всё возможное, чтобы ребёнок мог учиться с точки зрения настроения, поведения, когнитивных способностей и в болевых, безусловно, без них никак. То есть, получается, возраст как-то можешь примерно вот тех детей, с которыми ты работаешь? Как вот он? Чтобы было понятно, тем, кто нас ходит. Очень много детей, начиная, у нас есть и двухлетки, которым тяжело говорить, которые не заговорили, которые имеют аутический спектр развития. И у нас есть вот много дошкольников, у нас есть младшие школьники, вот очень много таких, ну и даже есть дети подросткового возраста. Есть у нас дети, которые учатся в школе, но у которых есть трудности письма, почерка, пропуск ошибок, замены буквы, то есть это наша дисграфия, дислексия и прочие трудности. То есть такие вещи тоже, да, они работают, да, с ними. Просто, да, вот этот возрастной интересным было бы, что ты так сказала про школу, и я думаю, надо уточнять, потому что вот уже пишут, вопрос задают при депрессивных расстройствах у подростков к вам обращаются? Да, к нам обращаются, и с чего бы всё-таки начать, да, нужно понимать причину, то есть здесь это произошло некое событие, да, или это такое вяло текущее состояние. Обращаются, но прежде всего с этим вопросом нужно всё-таки обратиться к доктору, вот, это вопрос первый, а потом уже ко мне. Понятно. Катя, у меня такой ещё вот вопрос, то, где ты, место, которое ты, вот, где ты работаешь, это, ты, ты же не одна, да, у вас какая-то команда есть, да? Да, я являюсь руководителем. Как это выглядит, да, вот, просто, что это, вот, потому что я забыл сказать, кстати говоря, что у нас на проводе город-герой Киев, вот, и у меня в связи с этим будет ещё потом второй вопрос, но вот это вот, как это всё у вас, вот, чтобы было понятно? Я являюсь руководителем центра нейропедагогики Брейна, у нас на сегодня в Киеве три филиала, и в котором трудятся 10 моих сотрудников, которых я обучаю, то есть мы все психологи, которые повышают квалификацию нейропсихологии, в нейропсихологии, и ежедневно практикуют с детьми. Вот, то есть у меня в центре занимается более 120 детей, мы имеем только индивидуальные занятия, и наша главная задача не только поработать с ребёнком, моя главная задача научить родителей, потому что мозг ребёнка работает каждый день, а не по вторникам и пятницам с 10 до 11. Поэтому объясняю родителю, какую функцию мы тренируем, зачем мы тренируем, и что это даст в будущем, то мы тогда делаем более важную задачу, чем просто проработать в одно занятие с ребёнком. Потому что, когда ты делаешь это каждый день, мозг тренируется, наш мозг ленив, и он всё время нас спрашивает, а мне действительно это надо? А, ну не надо, всё, я расслабляюсь, не начинаю это тренировать. А если среда затребует, среда говорит, да, давай, нарабатывай функцию, давай, нарабатывай, нарабатывай, то, что будет происходить, нейронные связи, они будут развиваться. Скажи, пожалуйста, когда вот ты сказала про родителей, что тебе предстоит не только с детьми работать, да, но ещё и донести родителям, и я так подозреваю, что и суть, и важность ты доносишь этого, потому что вот я тебе поделился своим опытом, да, что упражнения, я их назвал какими-то смешными, нелепыми, но понимая, что связь есть, я нейропсихологии не касался, ну особо вот я сказал свои познания мозги, откуда они у меня, и в общем-то бывает вот такое сопротивление, вот такое, ну что тебе приходится преодолевать сопротивление родителей, когда ты начинаешь с ними ещё и говорить, то есть не просто вот что, Кать, мы тебе приведём ребёнка, ты там порешай там вот эти все вопросики там, чтобы оно было лучше, а ты говоришь, подождите, мамочка, а вот вы, пожалуйста, мне надо с вами побеседовать, вот бывают такие вот? Да, не просто бывает, а каждый день, поэтому я с порога предупреждаю, что родители присутствуют на занятиях, учатся и записывать, ну вот ты сам готов делать зарядку каждый день, ну только, ну вот. Честно признаюсь, начал это делать только ради сына, чтобы сформировать у него привычку, никогда не делал, по жизни считаю себя очень сильно ленивым человеком, для меня это даже сегодня подвиг, хотя у меня навык, как говорят обыватели, 21 день прошёл слишком много лет назад, то есть сформировался вроде навык, ну честно, иногда даже вот так, как подвиг, я чувствую, что, ну не хочется жутко, не слышал звуки папы, делающего зарядку, если он не хочет её делать со мной, но опять же, это знаешь, педагогическая, психологическая практика накладывает отпечаток, я понимаю, что человек неподготовленный может сказать, слушай, заставь его, Кать, заставь, я тебя приведу, а ты заставь. И поэтому, например, ту же зарядку, да, рекомендуется делать каждый день, и тогда мы можем сформировать правильный фон, соинтегрировать рефлексы и так далее, то есть если мы выполняем это каждый день, если это время от времени, если это периодически, если родители это всё нивелируют, например, с комментариями и так далее, то это, естественно, не работает. Как будет работать, когда мы всё вместе с энтузиазмом взялись? А более того, я вот часто размышляю, да, что такое зарядка. Моя бабушка до последних своих дней делала зарядку каждый день, и ей была эта радость, и ей это было вообще нормально, то есть она себя не заставляла, для неё это был такой навык-навык. Почему? Потому что она выросла в то время, когда это было в культуре, это было в культуре каждого человека, поэтому... Но радиоточка, радиоточка, у каждого дома радиоточка, и там... Что здоровый образ жизни это культура, то есть это не только привычка, это культура, которую несёт прежде всего семья, и если в семье есть такая культура, если в том обществе, в котором ты живёшь, есть такая культура, то это будет прививаться. И неважно, не рекоррекционная эта зарядка или просто там отжимания и приседания. Вот у меня, кстати, многие родители делают маму, ну и папу на зарядку. Мама на зарядке это всё то, про планку, про отжимания и так далее. А вместе с этим вот я всегда говорю, что я могу легко тренировать физический навык, да, то есть я могу, даже если ребёнок, например, не хочет, я не могу заставить ребёнка думать, стараться решить задачу, да, то есть он видел, ага, трудная задача, всё, не хочу, не хочу. Но если тут папа поставил его в трудное упражнение, он уже может проконтролировать этот момент для того, чтобы ребёнок наработал вот эту функцию преодолевать трудности. И научаясь преодолевать трудности в физических упражнениях, он начинает преодолевать трудности в ментальных упражнениях. Да, это вот эта история про перенос опыта, да, то есть что ты на уровне физических упражнений получаешь вот этот опыт, который опыт преодоления. Почему говорят спортсмены бывшие удачливые бизнесмены? Такая тенденция замечена, потому что в спорте как раз есть вот эта история пробить в одну точку, быть на соревнованиях на разных местах, а потом уже в бизнесе, собственно, похожую стратегию использовать. У нас тут вопрос, ну, на мой взгляд, я вот как сразу предупреждаю, если вопросы зачитываю, не знаю, видишь ли их ты, я их считаю интересными. То есть я так не готов всё подряд. Вот тут с нервными тиками нейропсихология помогает? Если да, то как? Нервный тик. Да, помогает. Ну вот чаще всего, кстати, вот у меня в практике, у меня не приходят дети вот только с нервным тиком и всё. Чаще всего это ребёнок с инженом дефицита внимания гиперактивностью и нервным тиком. Какая здесь связь? То есть тик чаще всего имеет нейропротическую природу. То есть мы даже в речи у нас такое, да, я так нервничался, что у меня там глазик начал дёргаться, да, то есть нервная природа. Почему нервничает ребёнок с гиперактивностью? Представьте, да, вот у тебя шило в пятой точке, ты с ним живёшь, и оно тебя сподвигает куда-нибудь лезть, карабкаться, брать, изучать, что-то делать, постоянно быть в движении, постоянно что-то делать. Тебя все вокруг, буквально с твоего рождения, отдёргивают, понукают, получают, рассказывают, как всё не надо, как всё надо, и какой ты молодец, и не очень. Соответственно, у тебя к годам к шести начинает чего-нибудь дёргаться, это естественно, да, поэтому вопрос номер один налаживание атмосферы в семье и дома, это вообще вопрос номер один. Поэтому, если даже ко мне приходят на коррекцию, то я задаюсь вопросом, вот зарядка, которую мы будем делать, нас будет разъединять или нас будет объединять. Вот если она нас будет разъединять и вносит деструктивные наши отношения до дёргающего глазика, то тогда это будет абсолютно никому не полезно. То тогда такую семью мы вначале должны напитать, тогда вначале такую семью мы должны поддержать, объяснить важность эмоционального климата, прежде всего, а потом уже заниматься коррекцией. Но с тиками достаточно сложный вопрос, да, то есть вопрос первой нормализации обстановки, да, где бы там ни было, по какому поводу не возникала бы такая мирная реальность, это первое. Второе – это динамический фактор, да, то есть ритмы моего тела, ритмы моего мозга, они в какой-то некой гармонии находятся. Поэтому любые ритмические упражнения, задания, они здесь очень-очень хороши. То есть как от тела, так и от музыки, предположим. То есть любая ритминка. Отлично, отлично. Да, вот я слушаю тебя и понимаю, что очень-очень похожая история происходит вот у меня в педагогической и психологической практике, особенно когда вот говорят, там, у меня проблема с ребёнком, возраст ребёнка 3-4 года, и когда описывают проблему, и ты понимаешь, что это не невропатолог, это поведенческий уровень, скажем так, и рядом близлежащий, невыходящий в область медицинской психологии, когда нужно действительно к клиническому психологу вмешаться и там чуть ли не препараты назначить, а ребёнка приводить? Я говорю, нет. И вот этот разговор от родительских мне очень напомнил, когда ты говорила, как это вот, да, похожая история такая. Катя, у меня такой вот вопрос, я думаю, что уже, наверное, уже пришло время его задать. А как вот, например, ты же находишься в прекрасном городе Киеве? Я нахожусь в не менее прекрасном городе Харькове. А те, кто нас смотрит и потом в записи посмотрят этот эфир, я даже не представляю, где находится. Как можно получить пользу от Екатерины Стрий, если люди не в одном с тобой городе живут? И что ты за пользу готова предоставлять, так сказать, людям с помощью вот прекрасного Инстаграма или, например, каких-то других онлайн-каналов, где ты можешь... Что это? Расскажи об этом, потому что это... По поводу меня как всё понятно? Психологи консультируют онлайн. Закончили. Вот у тебя как? Ну, если нет возможности быть в Киеве, да, мы сейчас активно-активно работаем онлайн, то есть мы уже поддерживаем наших родителей, мы работаем не только с Украиной, очень много наших детей, которые получают мало помощи, которые находятся в Европе, в Америке, и мы работаем в том числе по всему миру. Поэтому я приглашаю как на консультации, так и на индивидуальные занятия. Также у меня есть YouTube-канал, вот меня можно найти по имени и фамилии, подписывайтесь, ставьте лайки, как говорится, ну и на моих соцсетях, стараюсь выкладывать полезный контент. Катя, у тебя, я видел, вот там в твоем профиле есть ссылочка на страничку, и на страничке у тебя есть какие-то еще, вот ты как-то не сказал об этом, какие-то вот отдельные, как такие мини-курсы. Да, 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 это я приглашаю родителей и специалистов. Да, что это, как это, да, и для кого главное. Я приглашаю родителей и специалистов. Для меня родитель, который работает со своими ребенком, занимается, он для меня уже специалист. Вот, поэтому я мои семинары, я не перегружаю какими-то профессиональными терминами, я делаю все максимально доступно, так, чтобы было бы понятно и начинающим специалистам, и практикующим специалистам, и родителям, которые только входят в эту тему. Вот, то есть есть конкретные методы, которые мы обучаем. Очень интересно, там мне понравилась история про письмо, про постановку руки, про письмо, потому что я, когда с детьми работаю, я вижу, что ручку держат неправильно, у меня те детки, которые уже год перед школой занимаются, они уже пишут ручкой. Ручка у меня в треугольное в сечении, дальше я не иду, вот эту вот рыбку, которая, знаешь, такая есть рыбка, вот эта вот, я ее не использую, не одеваю на эти, ну, треугольная ручка, мне кажется, вполне достаточно, для того, чтобы более-менее вот на начальном этапе, когда... И у меня история очень такая, ну, вот, по сравнению с нейропсихологией, скажем так, поверхностная, в каком плане? Что у меня главное, вот, когда ребенок начинает писать, во-первых, чтобы он ручку держал правильно, а во-вторых, придумывать всякие истории интересные и образы, чтобы ребенок все-таки пальцами работал и не подключал кисть, потому что там, где кисть, там и предплечье сначала, там уже и потом плечо, и в конце подключается спина, и потом мы идем к массажисту, который ровняет спину. И я видел таких, лично знаю таких людей, которые вот ты разговариваешь с человеком, общаешься, он вот так вот, как я сейчас, сидит перед тобой, говорит, да, Катя, все очень приятно, а ты говоришь, а ну-ка, Денис, запиши что-нибудь, я вот беру ручку и делаю вот так, и начну ее записывать вот так, то есть я не записываю вот так, а записываю вот так, вот таких людей лично видел, и у меня вот только этот слой, а у тебя там какая-то такая глубина еще, я так подозреваю, есть. Ну, я здесь готова раскрывать секреты, да, то есть для того, чтобы ребенок научился писать, нужно не писать, и нужно начинать гораздо раньше и начинать с чего? Вот это, да, то есть у нас, у приматов, прежде всего, отличает нас чем? Тем, что именно труд сделал из нас человека, и это называется у антропологов трудовая кисть, значит, этой кистью мы должны трудиться, к сожалению, или к счастью, мы живем в 21 веке, где все трудовые процессы свелись к нажатию одной кнопочки, да, то есть мы уже не делаем носочком вот так вот, да, мы не вешаем их за прищепочки, мы не выкручиваем их, да, мы даже посуду уже не моем, а просто загружаем в посудомойку, то есть кисть наша не трудится, а ужасно обленилась, и поэтому мы видим либо гипотонус, когда эту ручку мы еле-еле держим, еле удерживаем, и она там что-то, да, если плохо удерживаем, соответственно, у нас более такой, да, идет ригидный захват, или как-то я поставила положение, когда ребенок включается всем телом, то есть не может регулировать работу каждого сустава отдельно, и здесь я тебе задаю новое упражнение вот на следующие 6 лет, это суставная гимнастика, то есть когда мы крутим каждым суставом, да, понимаем, где у нас есть сустав, нам надо что? Для письма, чтобы мог отдельно работать каждый сустав, и запястье осуществляет очень важную роль, и запястье у многих детей работает очень-очень плохо, поэтому вот такого плана упражнения, когда мы крутим каждым запястьем, когда мы крутим каждым пальчиком мы крутим, то есть задача какая? Вот я останавливаю все свои суставы, я могу их контролировать, да, и вращать только вот так, да, и вращать только вот так, больше ничего у меня не крутится, не дергается, не двигается, да, когда я могу только одним суставом работать, и больше ничем, то это начинает работать. Ну, а лучшее упражнение, вот самое лучшее, лайфхак для всех дошкольников, это колготки. Когда ребенок одевает колготки каждое утро сам, особенно после стирки, тонус пальцем... Катя, сейчас ты скажешь, на мокрые ноги. Вызните ребенку ноги водой, поверьте, вы так уменьшите сопротивление, что... Ну, это уже, продвинутый уровень, да? Да, 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 нам достаточно выключить гиперопеку. И когда ребенок начинает трудиться, к сожалению, мелкая моторика, это не перебирание макарон, мелкая моторика, это не массаж пальцев. Нашими руками управляет шейный отдел и наш мозжечок, то есть мелкая моторика это мозжечок, то есть что делают наши руки? Прицеливаются, да, обеспечивают плавность движений, то есть вот это плавность за счет остановки. Вот функция мелкой моторики. Для меня самая крутая штука в мелкой моторике это попасть ниткой в иголку, да? Вот. Попасть ниткой в иголку это достаточно сложная история для всех. И когда вы это делаете, что вы замечаете, да? То есть вы когда не попадаете, то есть рука как бы немножко трясется. Да, да. Вот мозжечок, он имеет больше оттормаживающих, вот он останавливает, не говорит, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп, да? То есть он останавливает наши вот эти движения. И чем больше я это тренирую, тем больше это тренируется. А мозжечок точно, я знаю, да, что все знают, что это равновесие. То есть чем больше мы тренируем функции равновесия, стояние на одной ножке, а равновесие, где у нас много, йога, это прям там очень много. Да, там и спокойных движений, да, и там, да. Да, второе, второе упражнение на следующие шести. Значит, становимся на одну ножку, принимаем позу дерева, ставим таймер на минуту, стоим. Все, все, стоим. Упал, стоим, упал, стоим. Итак, минуту, поменяли ножку, тоже отлично работает. Вот. А что касательно письма, да, то есть возвращаясь к письму, эспандер, да, жмем, 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 жмем по 50 раз одной рукой, другой рукой, рука, под пальцами, да, можно и вот так вот, да, как ты показала. Наша задача вот эта, да, то есть тонус, тонус. А дальше, что еще мы можем взять? То есть для того, чтобы ручка держалась, то есть это, я что делаю, включаю другой предмет, ну, свое тело. Вот ты в машину водишь? Да. Знаешь, да, когда не чувствовал габарит, ты начал чувствовать габарит. Вот это вот, как будто бы, ты чувствуешь, что машина твое продолжение. Да. Вот такой фокус можно сделать с ручкой. То есть когда ты чувствуешь, что как будто бы ручка твое продолжение, и когда у тебя есть эти ощущения в твоем мозге, да, то тогда ты можешь легко писать. Ты знаешь, когда я сказала про макароны, знаешь, ты вспомнил, как эти самые ребята, силовики, тренируют свой хват. У них есть такие утяжелители, которые вот напоминают гильку из продуктового советского магазина, которую нужно брать вот так. Гилька. То есть гильку ты берешь за верхушечку. Там такая верхушечка, вот такая вот немножко. Ее нужно вот так вот взять. Ну, как клешней в этом автомате, знаешь, в детском, который деньги пикает. И ты именно вот так вот должен взять. И когда ты поднимаешь, ты удерживаешь на пальцах. Я хочу узнать, что это за гилька. Мне уже это надо, я поняла. Я очень много беру спортсменов, там, например, этот файтбол, который подвешивается на вину. Боксерский. Боксерский. Мы с детьми это часто делаем. Или там из фитнеса я беру что-то, там, мяч для тренировки, реакции. А это все психические функции, это все классно работает с детьми, это все очень нужно и важно. Мы с тобой раньше играли, да, подо, я знаю, пять имен, девчонки. А сейчас в кабинете за деньги это учу делать. Ну, потому что не знают или не придают значения. Просто поменяли. Знаешь, я такую вижу еще идею, вот, может, тоже встречала, когда не то, что, вот знаешь, не то, что вот не хотят, они просто считают, что они поменяли уже это на что-то новое, современное. Понимаешь, это все каменный век, вот это вот, я знаю пять имен. Вот такое отношение. Не то, что обесценивание за давностью лет. Понимаешь? А ты, как специалист, открываешь просто новое значение того, что люди уже с радостью обесценили и сказали, слушай, вот я хочу, чтобы у тебя мама там или папа ребенку говорит, я хочу, чтобы у тебя было счастливое детство, поэтому я готов тебе купить планшет подороже или смартфон. Ну, то есть. Ну, вот ты знаешь, я абсолютно не против гаджетов, да, но для меня вопрос, что ты в них делаешь, вот ребенок, что ты в них делаешь. Я даже не против тиктока, я даже за тикток, вот прям за, потому что я, как блогер, я знаю, что значит выставить свет, выставить звук, снять с 35 дубля, смонтировать это, а потом еще регулярно выкладывать. То есть, если ребенок это все будет делать, а даже если он выучит эти простые такие вот там движения, да, то есть порядок, последовательности действий, то это все наши лобные доли, которые отвечают за программу действия. И это очень будет хорошо, я очень за. Но если ты там просто зависаешь и просто вот это вот перелистываешь до бесконечности, то тогда я против. Катя, ну вот ты даже сейчас не поняла, на что ты подписалась. Ты подписалась на то, что тебе нужно завести нейропсихологический тикток, который направлен, который направлен на не то, что ты показала, а еще на ряд подобных движений, которые определенным образом всесторонне формируют лобные доли и таким образом получается добудет полезный тикток, который реально помогает. Ты понимаешь, какое-то впустывание в формат. Это просто... Да. Там был еще такой вопрос интересный, и мне тоже, знаешь, это чем интересно, почему я его заметил, запомнил и хочу тебе задать, потому что правда это знаешь вот про обратную сторону медали, как в каком-то смысле для меня, потому что я, собственно говоря, единственный подход в жизни, который я изучал психологически, это был гештальт-подход. То есть я закончил первую и вторую ступень в институте, похожий на Киевский институт гештальта психологии, психодрамы, и вот есть у нас Харьковский институт, и поэтому я гештальтист, мне там по-другому понятно, как это делается, примерно, а вот как по поводу упражнения, чтобы немножко уменьшить тревожность. Есть ли что-то? Как вот ты, как нейропсихолог, смотришь на это? Вот у человека есть тревожность, что ты в этот момент думаешь, скажем так, как нейропсихолог? Интересно. Действительно. Я смотрю на тревожность с двух аспектов. С одной стороны, это неуверенность, а с другой стороны, это страх. Вначале поговорим про неуверенность. Как выглядит неуверенный в себе человек? Это как в том фильме с кожей, с кожей, с кожей. Как выглядит уверенный в себе человек? Что здесь будет? Мы чувствуем больше тонуса, мы чувствуем больше энергии. Отчего это? То есть, мы снова приходим к здоровому образу жизни, к тонусу, к физическому хорошему самочувствию и так далее. То есть, это вопрос номер один. И когда я в режиме, зарядками, с таническими разными упражнениями, с массажем и так далее, я буду выглядеть по большей части вот так. У меня уже будет больше энергии, сил для того, чтобы преодолеть любые страхи. А тревога, да, то есть, это такой неопределённый страх. Если же я всё-таки, да, определюсь, чего я боюсь, и я буду чувствовать ресурс и силы в себе это справиться, я буду справляться. Что я замечаю ещё у тревожных детей, у них есть очень много вопросов с вестибулярным аппаратом. То есть, если они улучшают свою функцию равновесия, если они не боятся забираться, если они не боятся балансировать, если они не боятся, то есть, и с одной стороны они вот справляются с чем-то, вот я сегодня поделюсь, у меня сегодня был первый в жизни урок скалолазания, это было потрясающе, и я после того, как там залезла, наверное, на количество метров, я чувствовала уже никакой тревоги, то есть, я чувствовала, я справляюсь, я справляюсь, я чувствую, что я могу это преодолевать, у меня есть и опыт этот преодоления, и у меня есть физический ресурс. Отлично, да, это интересно, конечно, действительно, такая сторона про то, как ты вообще функционируешь, да, то есть, про какую-то физику функционирования такого человека, да, подход вот с этой точки зрения, потому что, ну, как бы в гештайк подходит, там, тревожным человеком работают, ну, как я это называю, знаешь, это берем тревожность, кладем на стол, у меня такая ассоциация, знаешь, разрезаем ее на мелкие кусочки, и просто, когда мы разрезаем на мелкие кусочки, мы, собственно говоря, понимаем, да, откуда это пошло, и там могут скрываться ряд каких-то фантазий, каких-то ложных представлений, в результате которых был сделан такой вывод, что она как-то в тревожность это сформировалась, ну, это вот если так грубо, и это работа непосредственно с, ну, с клиентом, там, ну, одна, две, три, пять, сколько там надо консультации, когда он уже понимает, что да, оно там начинает уменьшаться, то есть мы уменьшаем, вот с этой стороны заезжаем мы, скажем так, а вот интересно, вот эта вот еще сторона, да, что, и действительно, я сразу вспомнил, знаешь, вот это, про низкую самооценку, да, когда стопы направлены не вот так, а там внутрь, вот эту скукоженность, как основные такие признаки, когда уже на физическом уровне это проявляется, это интересно, конечно, да, ну, конечно, уровень нейропсихологии, он очень, очень для меня какой-то такой, знаешь, закрытый, и вот через вот эти процессы как можно, как можно влиять, а вот мне интересно касательно этих смешных упражнений, про которые я тебе говорил, и на мой взгляд, таких немножко нелепых, а было ли у тебя такое, что приходит родитель с ребенком, ты диагностику делаешь, рекомендуешь вот ряд упражнений, а вот родители начинают заявлять это не с улыбкой, принимающей, как я, а с каким-то, ну, негодованием, типа, это вообще какая-то ерунда, ну, 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 как это может вообще помогать? Бывало ли такое сопротивление? Ну, во-первых, я готова объяснить каждое упражнение, да, что-то... Это понятно, но то, как они выглядят, это не меняет, понимаешь? Ну, они порой такие, знаешь, ну... И у меня чаще наоборот, у меня родители записывают с тетрадочкой до абсурда, да, то есть коленочку так разворачивать, или вот чуть-чуть вот так вот, вот такие, да, я говорю, ну, тут не столь важен, главное там, да, ползти, отталкиваться и так далее, да, то есть наоборот, они привносят такой более, более научный еще подход, да, безусловно, меня просят, там, не первоисточники, и, то есть объяснение, почему это работает, и как это работает, и когда родители, опять же говорю, когда родители понимают, как это работает, то есть я максимально стараюсь объяснить, да, чтобы это было понятно, то есть и у нас родители обучаются, ну, даже не один год, то есть это длительный процесс, то есть если есть такая юзия, что можно там увидеть нейрокоррекционную зарядку, или прочитать книгу там, да, и быть в этом году, то, к сожалению, нет, потому что мы учимся этому годами, и, наверное, процесс этот нескончаемый. Ну, это да, самообразование у психологов, это нескончаемый процесс, это точно. Скажи, пожалуйста, Катя, у тебя были такие запросы, мне просто интересно, с точки зрения, ну, такого практического, да, такого вот момента, были ли у тебя запросы, когда тебя просили, ну, скажем так, дополнить, например, какую-то программу, ну, например, какая-то, может, частная школа, вот я просто встречал когда-то такую историю, значит, есть такой человек, который проработал в школе порядка лет 50, и придумал такую свою, знаешь, методику, где начальная школа упаковывается в полтора года, добавляются новые интересные предметы, вот, ну, этот человек, в общем, эту методику распространял, и мне что понравилось, я был на уроках по этой методике, мне понравилось то, что там были в программу зашиты йоговские упражнения, то есть, по сути, чисто технически, ну, мы с тобой понимаем, что, да, возьми там это всё, вшивай в программу, да, и, ну, если с йоговскими упражнениями, то, допустим, я без своих особых знаний чего-то могу сделать, то вот просили ли тебя вот дополнить твоими вот зарядками, упражнениями, какие-то вот образовательные процессы, скажем так? Да, да, очень часто об этом обращаются, я сотрудничаю с частными школами, я, ну, прихожу к ним с семинарами, с тренингами, вот, и уже там более пяти частных школ, с которыми я сотрудничаю в последнее время, и, ну, да, многое, что берётся на заметку, то есть, каждый педагог носит, у меня на курсах обучается много педагогов, и моя методика, которая называется «Балансиры в работе с детьми раннего возраста и аутизмом, мошечковая стимуляция», она внедрена в многие коррекционные центры развивающие, то есть, я адаптировала методику Фрэнка Белгау, сложную методику, которая наориентирована на подростков, я адаптировала её для детей раннего возраста, то есть, для малышей, поэтому вот очень многие дошкольные учреждения, особенно коррекционно занимаются по моей методике, да. Да, вот этот интересный момент, потому что я сразу, у меня, как человека работающего с дошкольниками, сразу идёт, это всё не только там, да, интерес к тому, что я не очень знаю, но вижу, что в этом есть большая ценность, а практическое сразу, да, такое вот применение, да, как это можно действительно вот использовать. И просто интересно же, что я так понимаю, что вот ты назвала, что частные только, да, обращаются, то есть, такие школы, ну, им, конечно, не до этого, у них есть программы, да, и... Ну, нет, они внедряют, вот, они внедряют, это обычные просто частным образом приходят, специалисты, да, и потом они внедряют, но и приглашают, в том числе, там, благотворительные организации меня с моей программой и так далее. Ну, вот за последние 4 года я этой методике, ну, наверное, уже всю Украину обучила. О, это здорово, да, потому что, потому что действительно это важная составляющая, я просто помню, я к этому, к тому, что ты сейчас говоришь, я прикоснулся очень сильно поверхностно, мы просто ребенку купили, у нас есть такие в Харькове ребята, которые начали производить спорткомплекс Непоседа, потом его начали там все копировать, вот, а наши вот его как-то так удачно сделали, мы ребенку купили тогда, когда он еще в этом спорткомплексе домашнем не мог сделать практически ничего, он только одной ножкой мог на ступеньку стать, и вот на этом заканчивалось использование. И я видел своими глазами, как это все дальше развивалось, как это нахождение этого комплекса дома влияло позитивно на его развитие, то есть это, знаешь, это как вот, не знаю, это как вот ты, ну даже не знаю сейчас с чем сравнить, это все равно, что пловец живет, у него в соседней комнате бассейн, а он профессиональный пловец, то есть у него всегда под рукой, хочешь не хочешь, он просто физически рядом находится, у него есть возможность, даже если он вообще ничего не будет делать, она у него есть, это возможность, вот так же и у ребенка, это настолько, как вот ты относишься к таким вот домашним комплексам, вот если обращаются ли к тебе, какой лучше купить там, или советуешь ли ты их открыть? Да, да. Они разные, как есть? Первое, что я советую, если это ребенок, например, до трех лет, и меня спрашивают, какую игрушку купить, а у ребенка, например, есть трудности двигательного развития, трудности равновесия, или там детский церебральный паралич, первое, что я рекомендую, это мату, застелить пол, вот таким мягким, мягким полом, когда я застелила себя в кабинете, то увидела просто потрясающую реакцию детей, дети забегали, и вот просто начинали бегать кругами, то есть вот такой же кабинет, но там постелем просто ковролин, он не испытывает такого же щенячьего восторга, не бегает с удовольствием вокруг комнаты, как только это вот этот мягкий пол, он там с удовольствием валяется, падает, качается, кувыркается, и больше в этой комнате ничего, он и мягкий пол, но он чувствует, что это безопасно, он может расслабиться, он получает от этого удовольствие. Конечно, любые спортивные комплексы, но шведская стенка, это, конечно, классно, эти лестницы, но из практики, буквально через несколько месяцев, это классная футболка для папаной футболки, к сожалению. Но хотелось бы, чтобы ребенок там проводил время, поэтому для того, чтобы он там проводил время, ну, залез, ну, слез, а что дальше? То есть надо дальше подумать, что-то подумать, придумать, что с этим можно делать еще, кроме того, как залезть и слезть. То есть если есть возможность подвесить гамак, это вообще шикарная история, если есть возможность подвесить там какую-нибудь дисковую качель, леканат, то есть постоянно для того, чтобы был какой-то вызов. То есть если мы ребенку вот этот вот научаем его действовать в режиме такого вызова, а слабо ли тебе, а сможешь ли ты, и при этом это лежит в зоне безопасности, это самая классная история для развития. Да, я вот просто немножко в свое время, вот, знаешь, топил за эти комплексы, потому что не знал того, что сейчас сказала ты, но каким-то таким похожим чем-то вот образом мои мысли складывались, вот, и тут вопрос такой был, скакалка, фитнес-резинка, польза на твой взгляд? Ну, у меня, конечно, есть подозрения, что ты сейчас скажешь, смотря как. Ну, есть фитнес-резинка, есть скакалка, да, это разные истории. Да, на мой взгляд, это вообще разные вещи, про скакалка, но это просто разные варианты прыжков, и их масса, да, там. Да, и здесь какой принцип? Неважно вообще, что мы делаем, но если мы что-то делаем новое и осваиваем это в навык, когда это нам делать легко, быстро и просто, супер, мы либо это усложняем, ну, то есть там быстрее, либо еще там теперь сприскок, или теперь с хлопочком, или теперь еще, ну, то есть усложняем, либо мы начинаем делать что-то другое, да, то есть научились на скакалке, а теперь у нас нейроскакалка. Я вот пробовала, у меня есть даже видео на канале, то есть придумала, как детей учить, у которых не получается. Нейроскакалка – это такая скакалка-палка, скачем на палке с колесом, вот, кто не видел. Научились на этой скакалке, да, ну, отлично, теперь можно там попросить вот эту вот по низу верёвочку, то есть прокатываем, теперь так прыгаем, а потом так прыгаем. И чем больше у нас и сложнее репертуар этих движений, тем больше нейронных связей выстраивает наш мозг. Ну это да. Я, знаешь, я про нейронные связи вот однажды увидел такую красивую картинку. Андрей Курпатов где-то выступал, и он показал на презентации такую схему, которая, знаешь, выглядят вот такие какие-то точки в разных местах хаотично, и между ними такие вот, что когда мы, допустим, какое-то действие совершаем, вот что называется, новые нейронные связи, что это настолько сложная и хаотичная какая-то история. Мне кажется, вот, ну не знаю, мне лично вот она как-то так помогла понять больше про нейронные связи, что я как-то больше не встречалась нигде. А вот скажи, пожалуйста, Катя, а ты какие-то выпускаешь такие вот, скажем, сама как-то, еще не занялась каким-то таким производством таких вот, каких-то вот игрушек, вот, для которых могли бы развивать как раз вот этот вот, в этом аспекте помогает развиваться? Ну, мы уже более пяти лет производим балансиры, те самые, на которых мы работаем, и которые помогают, да, стимулировать мозжечок, и все балансировочные структуры. Вот. Есть у нас небольшой интернет-магазин, но мы пока только развиваемся. То есть, ну, что-то уже есть, да? Я просто видел, у тебя на страничке есть ссылочка на такую вот презентационную твою страницу, где там вот написано там о тебе, там консультации, курсы, то есть, вот, если у кого-то вопросы возникнут, то заходить туда, и, в общем-то, да, я под этим видео потом, когда эфир сохраню, тоже подпись делаю, чтобы знали, где тебя искать, потому что это очень важно. У нас там буквально через пару минут будет завершаться, я предупреждал, что хочется уложиться ровно в час, и если вдруг кто-то будет смотреть записи, я вот думаю, что, может быть, наверное, тебе уже лично можно в личку там написать, да, какие-то вопросы, потому что действительно они могут возникнуть, и тема эта, вот я по себе, я сейчас с тобой разговариваю, я понимаю, что, ну, для меня, вот, то, чем ты занимаешься, это очень, ну, такая, знаешь, непознанная область. То есть мне так поверхностно, так много понятно и много созвучно, вот, но вот всё-таки я понимаю, что это вот тонкая, ну, такая вот своя область, скажем так, поэтому я, Катя, тебе очень благодарен, что ты согласилась, что ты отвечала на вопросы, что ты вышла в эфир, нашла время, и я очень надеюсь, что это было полезно для тех людей, которые смотрят сейчас и которые посмотрят запись. Нас сейчас уже через 3, 2, 1… и для тех, 2, 1, 2, 2, 1. и для тех, 2, 2, 1. И для тех, 3, 2, 1, 2, 1.